Сегодняшняя тема, которую мы обсудим в этом видео, звучит так. Как применить срок исковой давности? У нас было уже много видео на эту тему, даже было большое видео по срокам исковой давности. Но сейчас в этом видео я хочу конкретизировать непосредственно по самой сути вопроса. Как применить срок исковой давности? То есть именно как это работает на практике. Напомню, что срок исковой давности означает следующее. Что если он пропущен, то кредитор не имеет права уже на удовлетворение своих претензий через суд. Но означает ли это автоматическое лишение права обратиться в суд? Нет, не означает. Кредитор может обратиться с иском в суд. И если он обратится, суд примет этот иск. Но что же сам факт пропуска срока исковой давности дает должнику? Какую возможность? То есть должник может в этом процессе, который инициирует кредитор, подать ходатайство о применении сроков исковой давности, если они были пропущены, и на основании этого просить суд отказать в удовлетворении в иске. И тогда суд откажет, и кредитору будет отказано. То есть по сути кредитор обратится с иском в суд, но получит отказ. То есть вы применяете срок исковой давности тогда, когда кредитор подал в суд, при том, что он этот срок пропустил, а суд открыл ему производство. И тогда вы обращаетесь в суд с соответствующим ходатайством. Никак по-другому вы его применить не можете. То есть приблизительно вот такая ситуация. Обратиться с иском самостоятельно в суд, да, о признании кредита недействительным, потому что прошел срок исковой давности, гипотетически вы можете. Но большой такой судебной практики нету, поэтому сказать вам, так сказать, как это работает я не могу, потому что на данный момент мало кто это делает, и нету судебной практики в этом отношении. А вот судебная практика в отношении обращения кредитора в суд, когда он пропустил срок, а вы об этом заявляете в суде, и суд отказывает кредитору, она огромна. Поэтому здесь вы смело можете использовать этот факт. Ходатайство о факте пропуска кредитором исковой давности и отказы из-за выиски вы можете найти на нашем сайте в разделе полезных процессуальных документов и полезных победных решений. Надеюсь, это видео было вам полезно. Так сказать, если вам будет нужна помощь нашей команды, обращайтесь, телефоны в описании под видео. Всем успехов и всего хорошего. Жмите лайк и подписаться. И получите возможность задать свой вопрос адвокату в комментариях. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»